всем привет сегодня расскажу рецепт 100 процентов протеинового белкового хлеба и так все очень быстро 100 грамм обезжиренного творога 1 2 яйца или просто белок далее я на сайте пекарь кондитер заказала альбумин это тоже самое что вот у нас вот этот белок яичный только уже в сухом виде виде порошка добавлю пару столовых ложек и пару столовых ложек изолята протеина любой протеин который у вас есть но конечно шоколадный там какой-нибудь банановый не подойдет потому что это уже будет кекс сладенький они хлеб а так как мы делаем хлеб то берем какой-то безвкуса протеин теперь сюда щепотка соли и немножечко разрыхлителя тщательно перемешиваем или взбиваем миксером блендером или руками до однородной массы и если вы использовали свои желтки свою норму на сегодня не страшно просто белок кладем можно желтки упустить добавляем немножечко теплой водички или обезжиренного молочка и тщательно перемешиваем и уже сейчас наша смесь такая пышная мягенькая становится все формы мои заняты я буду в пасхальную форму это перекладывать снимаю для вас рецепт шоколада и все силиконовые формочки заняла шоколадом так что ну будет у меня пасхальный хлебушек ничего страшного наполняем где-то до половины потому что очень сильно подходит иначе просто все повылазит у вас из формы все не поместилось есть у меня еще одна из новеньких те все старенькие это новенькая и покупала на пасху буду сейчас еще в нее остатки теста доложу и больше поразмазывала пока попала форму не страшно я чуть-чуть смазала маслом силиконовой кисточкой самую капельку ну чтобы не прилипло прошлый раз не смазывала ну как бы подъездной форма новая и чуть-чуть украшаю семенами льна все теперь это отправляем в духовку разогретую я поставлю на 180 градусов посмотрю как она будет подниматься потом буду постепенно добавлять 200 230 градусов и когда он очень-очень подойдет уже там на глаз будем смотреть его готовность я думаю это где-то будет 20-30 минут выпекаться о боже мой вы посмотрите как они поднялись как они вылазят это при том что я наполнила формы меньше чем на половину наполнять надо на треть и конечно я так и не поняла чего зависит не всегда поднимается настолько сильно но поднимается всегда вот он очень очень пышный боже какие красавцы а самое главное это сто процентов белок это хочу вам показалось я в шоке посмотрите розовая форма была наполнена на треть даже меньше где-то на четверть посмотрите вон торчит верхушка это ж насколько они поднялись но переживаю только за то чтобы внутри не было огромной воздушной пустоты или еще хуже чтобы она все не осела так красиво выглядит я хотела бы чтобы это все конечно осталось для этого я буду остужать в духовке прямо я не буду их вынимать до полного остывания очень часто это помогает нашим дюкановским выпечкам для того чтобы они не осели меня выпекается на 240 250 градусов так ребята было с вот такой вот горой огромной вываливается легко но тут же садится обратно немножко ну потому что естественно если я наполнила форму вот так вот чуть-чуть она поднялась огромной шапкой как бы этого следовало ожидать но вот этот я допустим до достала из формы и он начал вот так усыхать я попробую вот эти вот эти я попробую оставить в духовке остывать так вот это наше скрюченное безобразие я сейчас обратно отправлю в духовку вот я его поставила и вполне возможно что он опять распушиться у меня такое было я не раз делала протеиновые вот такие разные кексы и хлебушки печеньки их достаешь они садятся обратно засовываешь духовку и они могут еще опять приподняться ну посмотрим сейчас будем экспериментировать все вам покажу ну что ж ребята эксперимент завершён настал момент истины тот хлеб который я вытащила горячим к сожалению обратно не поднялся он внутри пропекся сейчас разрежем посмотрим я в этом уверена но он вот такой некрасивый и засушены а вот те хлебушки которые остывали выключенные духовке и я к ним не лезла и не трогала их получились очень пышные и красивые ну я в принципе так и думала что нельзя к ним лезть нельзя их трогать до полного остывания в принципе вот мы сейчас с вами убедились разница на лицо вот у нас сморщенное несчастье вот красивый классный красавчик сейчас будем смотреть какие они внутри вот наш красавец который ну который не очень красавец у него есть пышные вот такие симпатичные поры и он в принципе пропекся давайте разрежем какой-то красивенький ну ребята вообще к этому вопросов нет который остывал то нормально вы посмотрите какие огромные внутри дырки какие поры о боже мой это же просто вот смотрите мягкий классный если добавить сахарозаменителя какого-то аромика по вкусу то вот так вот эти вот внутренности немножко выщипали начинили каким-то кремом по дюкану и получился готовый эклер по аналогии с этим можно делать себе на пасху какие-то пасхи конечно немножко изменить рецепт чего-то добавить но основа будет белковая я обязательно что-то придумаю сниму для вас такое видео представляете как круто хлеб который можно есть даже на ночь когда угодно это же сто процентов белок яичный белок в сухом виде яичный было белок в виде белка протеин он же изолят это опять-таки белок все рецепт просто бомба я мега счастлива сейчас пойду делать бутерброды и кушать всю эту прелесть ребята вы обязательно тоже готовьте вот такие булочки хлебушки эклерчики ставим мне лайки мне будет приятно я буду знать что вам это нравится буду еще больше видео для вас снимать и подписываемся на мой канал до новых встреч пока пока